Всем доброго времена суток. Меня зовут Гия Дангадзе. Для тех, кто не знает, я младший брат небезызвестного политзаключенного Севериона Дангадзе. Я живу в Америке, в городе Лос-Анджелес, уже 5 лет, безвыездно. У меня здесь есть девушка, бизнес, завел себе кошку, собаку. В общем, есть все, что делало бы меня счастливым человеком. Если бы не сложно жить нормальной, спокойной жизнью, когда старший родной брат сидит в тюрьме, отец лежит в больнице, а на родине идет война. Расскажу о себе. У меня в приоритетах семья. У меня в приоритетах безопасность семьи, здоровье, ее благополучие. Ради этих трех пунктов я могу жить где угодно. Я готов семью перевести куда угодно. Этим мы с братом и отличаемся. То есть у него в приоритетах тоже семья, но только покидать свою родину, страну, в которой он родился, он был не намерен. И вы все знаете, где он сейчас сидит. Мой брат отказался от личной работы в Казахстане. Он отказался от переезда сюда, ко мне, в Америку. Он отказался от переезда к друзьям в Лондон. Он решил остаться на Украине с моим отцом, с моей мамой. И решил вступить, как вы все знаете, в партию рухновых ссыл. Я решил в партию Михаила Саакашвили для того, чтобы бороться с этой эллигархической опухолью, которую Украину держит уже давно. Я все равно в течение продолжительного времени пытался заставить семью сюда переехать, видя, какая ситуация на родине, в Украине. Я просто хотел, наверное, эгоистично хотел себя удовлетворить, что семья у меня живет рядом, с ними все хорошо, соответственно, я буду счастлив. Они так и не переехали. И вот мой брат в тюрьме. Суды идут, судьи спят. Главными свидетелями его дела являются Волк и Заяц. В самой большой стране Европы главными свидетелями являются Волк и Заяц. Пока ты был на Мальдивах, Петя, а твой этот главный опричник, быдлый дровосек, генпрокурор Югик на Сейшелах, мой брат сидел в тюрьме. Но это не главное. Главное, что на Украине в этот момент как бы продолжалась идти война, которая идет там уже несколько лет. Это, кстати, та страна, президентом которой ты являешься, если ты забыл, конечно. Вот интересно, да? Такая вот смешная ситуация. Я когда понял, что мой брат уже сюда ко мне не переедет, я понял, что у него главной жизненной целью, он назначился главной жизненной целью, это свернуть вас. С вашего золотого трона, с вашей кормушки, вас, олигархов, с властью убрать, коррумпированных вас мразей. Я понял, что он ко мне не переедет, но я просто продолжал его звать, как бы ко мне приехать, погостить на время. Кстати, Югик, тебе уточняю, я его приглашал в Америку. Если ты не знаешь, что такое Америка, это вот континент, в котором нету Кремля и нету ФСБ, потому что ты как бы его уже вокруг видишь, вот везде у тебя ФСБ и Кремль, вот в Америке его нету. Я, то есть, вот в Америке живу, да, и я брата вот сюда приглашал. У него, кстати, виза десятилетняя в Америку есть. Но вот так вот за все пять лет, как я его приглашал, ни разу он ко мне не приехал. И знаете, почему, какая причина того, что он ко мне не приехал? Потому что он всегда был занят. Координатор политического движения по Киеву, он мне всегда отвечал, что у него нет времени увидеть своего родного брата, которого он не видел в течение последних пяти лет. Потому что у него времени нет, потому что он постоянно работал. Я брату, отцу звоню, маме звоню, говорю, как там брат, они говорят, не видим его, потому что он все время работает. И как так получилось, что брат не может ко мне приехать на неделю, ко мне, не знаю, в Америку, в Мексику, в Латинскую Америку, куда его только не звал. А у вас время есть новогодние праздники поехать на Мальдивы, поехать на Сейшелы. И почему, ответьте мне сразу, почему вот я знаю немного вот среднего класса украинцев, нет, среднего класса украинцев я знаю много, но вот немногих из них тоже поехали на Мальдивы, на Сейшелы. Этот же югик этот сказал, что это средний класс может себе позволить. Вот как-то, не знаю, как-то не позволяет. Так вот, что я тебе скажу, Петя, и ты югик тоже прислушайся. Когда мой брат выйдет, я его обязательно приглашу на Мальдивы. Я думаю, и я знаю, что многие со мной согласятся, что вот он заслужил отдых недельный. Я его приглашу на Мальдивы, или на Сейшелы, или вот куда он захочет, туда я его приглашу. А вы в этот момент будете гнить в тюрьме. И вот знаете, чем отличается ваше будущее пребывание в тюрьме от моего брата теперешнего? Тем, что за вас, мрази, люди не будут выходить на минус 20 градусов мороза, митинговать. Вас забудут. Вы там сгниете. Дорогие украинцы, я обращаюсь к вам. Не думайте, что мы, эмигранты, не наблюдаем за тем, что происходит у нас на родине, в стране, где мы родились, в стране, которую мы очень любим. Не думайте, что нам все равно. Нас много, и мы есть во всем мире. На вас, дорогие украинцы, те, кто не боится выйти против этих мразей, коррумпированных, смотрят весь мир, смотрят эмигранты со всего мира. И мы не хотим бездействовать. Здесь, в Лос-Анджелесе, я поднимаю и буду поднимать на уши всех. Я знаю ребят в Нью-Йорке, которые поднимают и будут поднимать на уши всех. Я создаю фонд помощи тем людям, тем героям Украины, которые не боятся выходить против нашей коррумпированной власти во главе с Порошенко, Луценко, Аваковым и прочим мрази. Также этот фонд будет поддерживать партию движения новых сил. И это не потому, что у них лидер грузин и у меня есть грузинская кровь. Я Михаила Сакарчуили не знаю, я никогда с ним не встречался. Но это потому, что этот грузин сделал в Грузии за время своего правления. Как он избавился от этой коррумпированной опухоли там. Это нам показывает мне, моей семье и всем его соратникам, и всем тем, кто за ним следует. У нас есть пример. Этот человек не на словах, а на деле доказал, что он может эту опухоль удалить с тела страны. И мы очень верим, что он поможет и Украине. Я, как и мой брат, с радостью буду до последнего идти за тем политикам, у которого в приоритете ни деньги, ни офшорные счета, ни яхты, ни дома, ничего. У него в приоритете вырезать эту коррумпированную мразь из страны. Спасибо вам всем за внимание. Всего вам доброго. Боритесь. Люди, вместе мы победим. Их там до ста человек, а нас миллионы. Боритесь. Всего вам хорошего. Горб購ска. До свидания. Борис. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...